Лев Николаевич Толстой больше, чем писатель. Без него невозможно представить себе не только русскую литературу, но и Россию. Всемирная известность пришла к Толстому рано. Он увлекался музыкой, изучал иностранные языки. Из книг Толстого можно впервые узнать, что такое хорошо, а что такое плохо. При этом писатель никогда не даёт готовых рецептов. Именно поэтому рассказы, сказки такие живые, красочные и увлекательные. В рассказах Толстого о животных мы узнаём, как волки учат своих детей, а зайцы запутывают охотников. Какие бывают черепахи и что делает шелковичный червь. Толстой открывает школу для крестьянских детей. Преподаёт математику, физику, историю. Толстой сочиняет азбуку. Все сюжеты берутся из жизни. Рассказы и сказки написаны простым языком. Щенок У Розочки были щенки на дворе. Розочка ушла, а дети взяли щенка и отнесли домой. Когда Розочка вернулась и не обнаружила щенка, стала выйти. Потом она учуяла, что щенок в доме. Дети отдали щенка. Розочка снесла его на место. Галка Хотела Галка пить. На дворе стоял кувшин с водой. А в кувшине была вода. Только на дне. Галки нельзя было достать. Она стала кидать в кувшин камешки. И столько накидала, что вода стала выше. И можно было пить. Книги Льва Николаевича Толстого для детского чтения – это учебник не только грамоты, но и жизни.